Подготовку к отопительному сезону и вопросы водоснабжения обсудили в областном окемате. В этом году на замену электро- и теплосетей выделено по полтора миллиарда тенге. Еще 9 миллиардов направят на ремонт котлов и строительство новой дымовой трубы ТЭЦ-2. В этом отопительном сезоне нарушений температурного режима не было, отметили на заседании. Сообщили о том, как идут работы по строительству новой трубы. Закончил монтаж фундамента и зашла организация КАС-теплоспецславия из Каменогорск для выполнения работ по возведению железобетонного стола. Ориентировочный срок возведения 86 календарных дней. Работа будет уходиться в полусуточное без остановки. Следующий отопительный сезон пройдет в штатном режиме, заверил генеральный директор АОССЕВ КАСНРКО. Но жители города все-таки же переживают, как мы проводим подготовительную работу. Поэтому я вчера лично сам съездил к вам, убедился. Мы провели совещание, походили по территории, посмотрели, как идет работа. В целом, я убедился, что работа идет на очень высоком уровне, от графика вы не отстаете. Поэтому я поручаю Акиму города и начальнику управления ЖКХ, еженеделю надо посещать, держать этот вопрос на контроле. Мы совершенно те же, само собой, как зам Акима по данному вопросу, месяц-два раза проводить совещание. Но если в Петропавловске нарушений температурного режима не было, в районах такие факты наблюдались. А именно в Мамлюцком, Казалжарском и Айртауском. Аким области поручил сделать все необходимое, чтобы впредь такого не допускать. Акцентировал внимание глава региона и на важности своевременного обеспечения углем. Потребность населения в этом топливе составляет 419 тысяч тонн. Население заготовило только 8% от этого. Нужно призывать жителей покупать уголь, не дожидаясь осени. Ежегодно в сентябре-октябре месяце у нас наблюдается ажиотаж, особенно нашу Баркульский уголь. Акиматам районов, в этой связи, города Петропавловск, необходимо своевременно провести работу с населением возле благопременной заготовки угля. Вместе с тем на тупиках области на сегодня имеется запас угля в объеме 37 тысяч тонн. Рассмотрели на заседании вопрос водоснабжения. Поступает много жалоб от сельчан, отметила Акимобласти. Централизованным водоснабжением не обеспечено 220 населенных пунктов. Постоянно 1 января самые низкие показатели обеспеченности населения водой остаются в Таиншинском районе 36% и район Шалакы на 42%. Также имеются проекты, реализация которых должна была завершиться в прошлом году. Это по 9 башням Тимирейского района, в селах Мироновка и Горькая Таиншинского района, в Ставрополхе и Токсанбе района Капита Мусрепова, в Александровке, Новотроицке района Макжан Жумабаева. Данные факты указывают на низкий контроль со стороны Акиматов районов за реализованием проектами, что вызывает негативные отзывы со стороны населения. Айдарбек Сапаров поручил в кратчайшие сроки решить проблемы с подачей воды, завершить затянувшиеся проекты по реконструкции групповых водопроводов, разобраться в причинах неиспользования резервуаров. Айдарбек Сапаров поручил наладить подачу воды, чтобы люди не страдали от того, что ее подают только несколько часов в день. Глава региона объявил выговор своему заместителю, курирующему этот вопрос, Саджану Абвалиеву, исполняющим обязанности Акимов Акаинского и Казалжарского районов, а также Акимом Акжарского и районом Акжана Жумабаева, а еще их заместителем, в ведении которых находится этот вопрос. В 2023 году на водоснабжении и водоотведении предусмотрено 18 миллиардов тенге. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Работами охватят 41 населенный пункт.